всем привет меня зовут федор васильев пришло время создавать интернет-магазин это урок номер 4 я привык делать сайт с главной страницы оформлять мы будем это делать по примеру демо данных сейчас вы видите на экранах в первом экране слайд во всю ширину менюшка корзина магазина и дальше идут информационные блоки товары категории из магазина и так далее начнем с самого верха начнем со слайдом так какие особенности данного слайда давайте обсудим в данном слайде используется достаточно большое изображение нестандартное посмотрите у него размер 1920 на 1280 то есть по ширине full hd а по высоте изображение достаточно большое по высоте должно быть 1080 я считаю что не надо таким большим я подготовил также два изображения для слайда да по своим информационным продуктом вы видите она у меня 1920 на 1080 это все я делал на фотошопе то есть ваша задача подготовить тоже хотя бы два изображения для такого широкоформатного слайда то есть я буду делать по примеру home 1 на демо данных в предыдущих уроках я вам показывал что здесь есть пять отображений главной страницы я буду делать именно на примере home 1 то есть то что это выглядит вот так вот сейчас когда вы изображение подготовите я уже об этом упоминал ранее не забывайте прогонять изображение через специальный сервис тени png который позволяет сильно сжимать изображение без потери качества это нужно чтобы сайт не нагружался картинками не был тяжелый и быстро открывался у конечного пользователя потому что первое что нагружает сайт это большие изображения и количество данных изображений на вашем сайте когда вы готовите изображение помните что вот эти все тексты которые вот написаны да это все у нас находится в самом модуле слайда а соответственно картинка пустая без текста идет просто изображен мужчина как бы текста нет и в данном примере тоже присутствует только две картинки то есть два слайда а что это за слайд давай теперь а поговорим это специальный слайд который идет вместе с шаблоном you market если мы с вами зайдем в шаблон вы помните да из предыдущих уроков мы с вами устанавливали сами шаблоны быстрый старт и у нас вот есть модуль tabs как я понимаю что это модуль если вы совсем новичок в начале архивы подставляется мод слова а дальше модуль меню это все мы будем рассматривать в следующих уроках и мод you market карусель он нам и нужен и сразу я хочу вас предупредить что данный модуль он достаточно слабенький в настройках нет там таких серьезных функциональных особенностей с помощью мышки чтобы мы могли там все подвигать как нам нужно и все красиво смотрелось то есть если вы ксс код плохо знаете то этот модуль скорее всего вам не подойдет если вы конечно же не будете располагать текст именно так же как здесь он устроен то есть вот на втором слайде выглядит так на первом выглядит так в общем если такое вам не по нраву вам придется просто подыскать какой-то модуль слайдера для вашего магазина дабы их очень много уже на джумла тем более с таким модуль где там очень гибко все можно настроить но другая сторона медали данного модуля слайдера то что он очень прост и легок давайте же приступим к установке данного модуля на своем браузере сразу подготовьтесь откройте демо данные то есть быстрый старт как сайт такая админку и откройте ваш сайт который мы с вами тоже в прошлом уроке делали то есть чистая джумла с установленным шаблоном из установлен джейкасса зачем нам открывать quick start мы будем туда подглядывать как шпаргалка я перехожу в админку своего рабочего сайта джейкасса . лог то есть именно там где я создаю свой магазин переходим расширение менеджера ширине установка простые движения мыши я просто перетаскивать данный модуль карусель вот в эту область отпускаем мышь как обычно устанавливаем модуль переходим расширение модули вот данный модуль у нас здесь находится you market карусель давайте кликнем по заголовку зайдем внутрь модуля заголовок здесь поменяйте для себя как хотите мы его отображать не будем здесь мы его скроем и дальше что мы здесь видим тип слайда опять разновидности и 5 у нас видеофон так как мы делаем так как home 1 как слайд выглядит здесь поэтому мы используем тип слайда 1 состояние делаем опубликовано и чтобы дальше нам настраивать давайте заглянем в быстрый старт посмотрим как устроен слайдер 1 для этого мы переходим в админку быстрого старта также переходим расширение модули его сразу здесь видно вот он home 1 и вот здесь вот тип напротив you market карусели вот здесь это значит он и видим что home 1 home 2 home 3 home 5 и здесь везде типа у них you market карусель то есть это как раз таки для других демо страниц как они выглядят то есть если вы захотите отобразить вашу главную страницу например не так как home 1 а как вот home 2 home 3 home 4 и так далее потому что там они выглядят по-другому то вы можете в принципе смотреть как я делаю но включив смекалку до сможете без меня настроить так как выглядит карусель именно на home 2 home 3 home 5 home 4 то есть заходим в дыма в быстром старте home 1 за зайдем прямо внутрь и посмотрим что здесь есть во первых позиция сразу видим позиция home то есть мы сразу же подглядываем переходим в админку нашего сайта сразу выбираем позицию home чтобы быстро ориентироваться здесь мы видим видите название шаблона шаблон по умолчанию джума мы можем быстро прокрутить до названия гс и марки то есть это заголов шаблона и ниже позиции тут уже для него и вот здесь по-русски написано главная страница home кликаем на нее дальше перехожу в админку быстрого старта здесь пока я не смотрю перехожу привязка на страницах конечно же этот модуль у нас привязан только на главный я перехожу в админку рабочего сайта перехожу привязка к пункту меню только на указанных страницах но выставлено главное просто больше страниц у нас пока нет перехожу в админку быстрого старта дополнительные Параметры. Посмотрим внимательно, что здесь есть. Здесь у нас в принципе стоит, на первый взгляд, все по умолчанию. Права доступа мы не смотрим. Возвращаемся на вкладку «Модуль». Тут у нас идет изображение 2. Давайте также и загрузим. Перехожу в админку своего сайта, перехожу в «Модуль». Изображение нажимаю «Выбрать» и с компьютера загружаю изображение в «Медиа-менеджер», кликнув на кнопку «Выбрать файл из компьютера». У меня 2 изображения уже готовы. Помните, что названия у изображений не должны быть на русском языке. Нажимаю «Открыть» и «Загрузить». Сразу 2 изображения загружаю. Первое изображение кликаю, нажимаю «Вставить». То есть я буду делать сейчас интернет-магазин по своим инфопродуктам. То есть это просто как бы демо-магазин, он не будет являться рабочим, просто как пример. Дальше. Контент-поле. Здесь мы можем вставить «HTML». Сейчас об этом поговорим, пока не трогаем. «Изображение 2». Нажимаем «Выбрать» и выбираем второе изображение «Вставить». Пока на этом уровне мы нажимаем «Сохранить». Пойдем на сайт, обновимся, посмотрим, что здесь вообще есть. Изображения у нас уже разместились. Видим вот здесь вот постраничную навигацию точки, да, то есть переключаются. Видим стрелочки вот здесь вот на светлом фоне при наведении, а они у нас красные. То есть у нас слайд в принципе уже как бы рабочий, да, как я и говорил, такой простенький слайдик. Но пока нету текста. С текстом тут чуть-чуть посложнее. Чтобы нам сделать так, чтобы выглядело все как вот здесь на демо, так же красиво, со всеми отступами, вот с такими кнопочками на изображении, да. На втором слайде у нас там что-то подчеркнуто красным, что-то выделено, с галочками проставлено. То есть мы должны по идее продумать, какой контент здесь должен быть, чтобы заменить это на свою информацию. То есть вот об этом я вначале говорил. Если мы будем здесь что-то менять, по-своему делать, то это просто так вы не сделаете без знания КСС. Поэтому подумайте несколько раз, будете ли вы использовать данный слайд. Возможно, он вам не подойдет. Я буду просто заменять данные на свои, поэтому мне здесь все подходит. То есть я сейчас обращаюсь в админку быстрого старта под изображением контент. Вот здесь есть такая иконочка, мы можем мышкой зацепить и растянуть это поле, как нам удобно, чтобы мы видели все, что здесь есть. Вот со всеми тегами, со всеми вот этими кавычками, элементами мы это все дело копируем отсюда. Копировать. Переходим в админку нашего сайта. Под первым изображением также можем это все дело вставить. Возвращаемся в админку быстрого старта. И для второго слайда под изображением контент также выделяем. Копировать. Возвращаемся в админку нашего сайта. Под изображением 2 вставляем этот материал. Нажимаем сохранить. Посмотрим пока так, как есть. Обновляюсь. Пока у нас не очень хорошо смотрится. Все где-то наверху находится. Не так, как на быстром старте. Возвращаемся мы с вами в быстрый старт. На вкладке модуль прокручиваем в самый низ. Здесь есть такое поле CSS, где уже проставлены все нужные теги. Все отступы и так далее. То есть мы кликаем мышкой, курсором, чтобы у нас мигал он внутри этого поля. Нажимаем горячие клавиши Ctrl-A, выделить все. Ctrl-C скопировать. Это мы делаем, чтобы не пропустить ни один символ. И у нас все хорошо скопировалось. Переходим на наш сайт. Впускаемся в сам низ. Также в CSS поле вставляем. Будьте внимательны, что здесь прописан весь код абсолютно для данного слайда. И также адаптивный дизайн для мобильных устройств. Если здесь что-то будете ковырять неосознанно, можете повредить и на мобильном устройстве будет смотреть очень плохо. Так, мы это разместили. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. Итак, у нас с вами выстроено все по центру. Нам остается теперь заменить все эти данные на свои. На втором слайде тоже в принципе все нормально смотрится. Итак, первый слайд у меня. Презентация курса. Лендинг пейдж на лету. Поэтому открываем также админку нашего сайта. Вот у меня есть текст. Мне нужно его как-то разбить, чтобы он сюда хорошо поместился. То есть получается, видите, вот здесь написано между тегами H1. Есть текст. И продолжение вот здесь вот U-Market. Я сделаю так, например. Курс лендинг пейдж на лету. Вставлю его вот сюда. От Федора Васильева Я текст помещу вот сюда. То есть аккуратненько удаляем и вставляем наш текст, не удалив ни одну скобку, ни одну кавычку, иначе работать не будет. Нажимаем сохранить. Получилось достаточно длинным. Можно как-то это разбить. Например, вот вместо нижнего текста шаблоны для Joomla поменять, как-то это разместить. То есть я захожу обратно в слайд. Я, наверное, сделаю так. Копирую отсюда. Вот здесь у нас H2. То есть это вторая строчка текста. Я поставлю курс лендинг пейдж на лету. А вот здесь вот я текст, например, уберу. А вот здесь вот напишу, например, школа Федора Васильева. То есть вот таким вот образом нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Вот школа Федора Васильева. Курс лендинг пейдж на лету. Две кнопки. Давайте с ними разберемся. То есть надо подумать, куда они будут везти. Например, первая кнопка будет везти на страницу презентацию. То есть это обычный отдельный лендинг. А вторая кнопка может везти, например, на какую-то статью внутри сайта магазина. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. То есть сразу мы можем видеть вот здесь. Смотрите, вы убираете ссылку. Аккуратненько не удалив кавычки. То есть между этих кавычек мы поставим свою ссылку. Дальше мы смотрим. Здесь вот есть текст Joomla. То есть это текст на кнопке. Вот он, Joomla. И есть кнопка J-Cassa еще. Соответственно, вот эта строчка – это вторая кнопка. Также здесь вот есть ссылочка. Убираем ее отсюда. Здесь повесим свою ссылку. И слово J-Cassa. Соответственно, вот здесь пишем. То есть опять же нужно как-то сократить, чтобы кнопочки такие оставались. Ну, вы подумайте сами уже, да, что там написать. Я напишу просто подробнее. Тут, например, напишу статье. Нажимаю «Сохранить». Нажимаю «Сохранить». Иду на сайт, обновляюсь. Вот у меня подробнее. И статья. Да, кстати, и здесь у нас имеется иконочка. Видите? Иконочка Joomla. Иконочка магазина. То есть как она меняется. А это у нас все тянется с специального сервиса иконок. То есть вот он класс. И идет вот эта fa-fa-джумла. Это у нас идет иконка Joomla. Соответственно, для второй кнопки, которая у нас вот здесь, у нас пишется вот как бы между кавычек аббревиатура данной иконки. Как выбрать соответствующую иконку для себя? Сейчас я покажу тоже. Это специальный сервис иконок. Вот его адрес. Здесь мы переходим на меню иконочки. Кликаем. Подбираем вот здесь абсолютно любую иконку, которая нам подходит. Всевозможные множества. Например, звонок. Выбираю здесь. И нам нужно посмотреть вот именно как выглядит это здесь. Вот видите, между кавычек. Fa-fa-bell. Вот как оно есть, мы копируем. Переходим на наш сайт. И для второй, например, кнопочки. Вот здесь вот я аккуратненько удаляю иконку. Проставляю свою. Давайте сохранимся. Посмотрим на сайте. То есть сейчас вот здесь вот на иконке статья. Иконка корзины. Мы обновляемся. И вы теперь видите там иконка колокольчика. То есть вот так вот меняются иконки. Давайте проставим ссылку. То есть вы помните, да? У нас где-то АХРФ начинается. И вот между кавычек мы вставляем свою ссылку. Я вставляю ссылку на презентацию моего курса для первого слайда. Ну, для второго я вставлять не буду. Там делается все по аналогии. Давайте посмотрим, как это работает. Я нажимаю сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Вот подробнее на нее я повесил ссылку. Я кликаю. И в новой вкладке браузера открывается презентация моего курса, который я рекламирую в своем магазине. Для вас будет домашнее задание оформить второй слайд по-своему. Здесь делайте все по аналогии. Вы просто заменяете данные на свои. То есть это у вас уже будет находиться под вторым слайдом здесь. Также вот здесь вот идет это все у нас. Иконочка. Иконочка 2. Иконочка 3. Вот это у нас идет перечисление. То есть по идее здесь даже можно больше добавить перечисления. Но не увлекайтесь, чтобы у нас все нормально смотрелось. Здесь вы меняете название перечисления. Также вот это все у нас это тексты. Здесь меняется на свое. И еще один маленький нюанс. Здесь есть такой как бы overlay. То есть наложение цвета на изображение, чтобы изображение было немножко затемненно. Чтобы текст, который мы пишем на изображении, был более как бы виден. То есть в данном случае на первом вот слайде у меня слишком буквы теряются. Нужно изображение затемнить. Конечно же это можно сделать на фотошопе, но можно сделать и здесь. Где это делается. То есть мы переходим обратно в слайд. Прокручиваем в самый низ. Раскрываем ксс. И вот здесь вот видите ползунок еще у нас есть. Вот он начинается с самый первый слайд. Вот здесь написано видите слайд 1, слайд маск. То есть маска наложена. То есть background color. То есть заливка цветом идет как бы вот это у нас идет цвет. А вот это самое последнее 35 это и есть как бы уровень затемнения. То есть вот смотрите как сейчас это выглядит у нас. И если мы здесь вместо 35 поставим например 80, сохранимся, пойдем на сайт обновимся, то посмотрите как сильно затемняется картинка и сразу текст бросается в глаза, его сразу видно. Конечно вот этот вот порог вы определяете сами. Потому что возможно 80 это слишком темно. Соответственно для второго слайда вы находите здесь ниже код. Написано слайд 2, слайд маск. Тоже вот здесь стоит 35. Если что затемните здесь тоже. Вот такой вот получается урок. Надеюсь здесь вам все понятно. Можем сразу просмотреть как это выглядит на мобильном устройстве. То есть в таком развороте смотрится неплохо. И здесь тоже видите достаточно все ровненько. Если для вас это видео было полезно, поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. Я дублирую там свои видеоролики, если удобнее вам смотреть там. Не забывайте, что у меня осталось всего 27 уникальных промо-кодов с 15% скидкой на покупку системы J-CASA. Та система, на которой мы с вами строим интернет-магазин. Только у меня вы сможете получить такую скидку. Чтобы получить скидку, обращайтесь ко мне на почту. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.